Старшеклассники средней школы номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Карвата, обучающиеся в классах правовой направленности, собрались в одном месте, в Центральной городской библиотеке имени Пушкина, чтобы поговорить о важном, о выборе их профессионального пути. Ведь от того, какую профессию они предпочтут, в какой общественной сфере найдут свое призвание, зависит их будущее. Мы хотим познакомить деток с возлезными ресурсами, в формате беседы, интерактивной встречи, рассказать, что им необходимо для поступления, какие вузы выбрать для поступления и рассказать о всех прелестях юридической профессии. Мы их немножко, может, сориентируем, подскажем, расскажут наши представители, гости, нотариус, адвокат о своих прелестях профессии. И, конечно же, у ребят есть вопросы, которые их интересуют накануне поступления, сейчас в статусе абитуриента. Рано или поздно все сталкиваются с решением правовых вопросов, не говоря уже о том, что, в принципе, вся наша жизнь опирается на законодательство. Поэтому быть юридически подкованными не просто полезно, но и необходимо. Об этом и рассказывали школьникам гости мероприятия «Нотариус и адвокат». Сегодня у нас стартовал новый проект Национального центра правовой информации адвокатов, нотариусов Белорусской нотариальной палаты. В частности, члены Совета молодых нотариусов будут принимать активное участие на постоянной основе в данного рода мероприятиях. Особо приятно, что пришло молодое подрастающее поколение, которому будут сегодня рассказаны азы нашей профессии, основы. Рассказано, чем занимается нотариус в своей деятельности, что мы делаем, какие мы документы удостоверяем. Я еще, наверное, в подготовительном классе решила, что я стану адвокатом на примере своей мамы. Она тоже у меня адвокат. И я видела, как горят ее глаза, когда она занималась этим делом, потому что нет лучшего в мире дела, чем помогать людям. А это именно такая работа, когда ты полностью отдаешь себя человеку. И днем, и ночью, и с утра ты постоянно на страже всех законных жизненных ситуаций. И всегда пытаешься им помочь. Сегодня я расскажу о профессии адвоката, в чем ее задачи, преимущества, в чем интерес и возможности ориентирую на выбор именно этой профессии. И в будущем у нас будут преемники в виде ребят, которые пришли к нам сегодня на мероприятие. Каждый специалист основательно подготовился к выступлению. Говорили не только о том, какими качествами должен обладать юрист, о плюсах и минусах профессии, но также о том, с чем совсем скоро столкнутся старшеклассники. Они оканчивают школу, а значит, придется оформлять немало документов. Ну и самое важное, эти ребята, учащиеся правовых классов. И у многих выбор профессии уже определен. Это мероприятие связано с направленностью нашего образования, нашей школы. Я учусь в профильном классе. И я думаю, что это мероприятие, может быть, даст какой-то толчок для выбора профессии в будущее. Может и мне, может моим одноклассникам. Поэтому я считаю, что такие мероприятия очень важно проводить. Тем более с нашей направленностью, тем более с ношением формы установленного образца. Поэтому, возможно, некоторые сделают вывод из сегодняшнего мероприятия. Ребята обязательно сделают выводы и определяют для себя, готовы они или нет, ежедневно следовать трем главным составляющим юриспруденции – закону, правде и справедливости. Как делают это служители Фемиды. Продолжение следует...